Здравствуйте, друзья! Меня зовут Лида, и вы на канале Аглая Марс. В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать о нескольких ароматах парфюмерного дома Лалик. Вообще, у меня есть видео о Рене Лалике, об основателе вообще бренда Лалик, о чем этот бренд, чем он занимался до производства парфюмерии, потому что, в принципе, Лалик стали производить парфюмерию достаточно поздно, уже в 90-х, поэтому, если вам интересно подробнее познакомиться с историей этого бренда, добро пожаловать в это видео, там я, кстати, еще немного поговорила об аромате Аметист, я ссылочку оставлю в описании к этому видео. К парфюмерной линии дома Лалик, мне кажется, нет равнодушных, потому что это очень-очень качественный продукт за достаточно лояльную стоимость. Это красивые флаконы, это красивые названия, это прекрасные талантливые парфюмеры, которые работают над этими ароматами, и я думаю, что в сегодняшней подборке будут ароматы, которые либо вас уже интересуют, вы хотели бы послушать мнение со стороны, либо у вас есть эти ароматы, и вам интересно познакомиться, как их слышат другие люди. Ну и в целом я сделаю такое небольшое резюме, свое мнение об этом парфюмерном доме. Хотя, конечно, моя постоянная аудитория знает, что я к этому дому отношусь с огромным уважением, и, к сожалению, пока что у меня только один полноразмерный флакон Лалик, но я думаю, что ситуация изменится, я очень на это надеюсь. Я знакомлюсь с этим брендом посредством пробников, я очень люблю заказывать пробники в интернет-магазине Рандеву, это очень выгодно, это очень удобно, можно реально много понять об аромате вот с этой вот полторашки, ее достаточно долго хватает, она недорогая, можно набрать совершенно разных ароматиков, просто докинуть что-то к заказу, вроде дешево, вроде как бы и 3 копейки стоит, но в то же время ты познакомилась с каким-то новым ароматом, действительно очень здорово. Также я знакомлюсь с этим брендом посредством того, что мне мои дорогие подписчицы что-то присылают на слепой затест, ну и, в общем-то, насобирались кое-какие ароматы, и я решила явить миру свое мнение обо всем этом. Давайте как раз-таки начнем с аромата Аметист. Я жалею, что я в свое время купила 50 мл, а не 100, потому что 100 мл выглядит как-то солиднее, ну, флакон, в принципе, ничем не отличается, кроме того, что он просто подлиннее и повыше. Для кого как? Для кого-то этот флакон кажется очень простым и минималистичным, но мне он очень нравится, здесь есть вот эти вот какие-то мотивы ар-нуво, если вы смотрели мое видео о доме Лалик, то вы наверняка понимаете, о чем я, потому что Рене Лалик, он был таким художником в общем смысле, который творил в стиле модерн или ар-нуво, и вот этот орнамент цветочный, потому что, в принципе, вот эти цветочные орнаменты характерны для этого стиля, читается вот здесь и на самом флаконе, и на коробке из-под аромата. Что касается самого аромата Аметист, знаете, у меня с ним такие странные отношения получились. Несколько лет я подходила к нему в парфсетях и вот четко понимала, что мне это не нужно, потому что я не раз уже акцентировала ваше внимание на том, что лиловая ягода в парфюмерии – это не моя история, как и, в принципе, практически любая другая ягода, но с Аметистом случилось такое какое-то, знаете, помутнение рассудка, мне иногда это свойственно, но бывает так, что я в этом помутнении покупаю аромат и просто его не ношу. А с Аметистом так сложилось, что я просто как-то сложились так звезды на небе вообще в моей жизни, моего чего-то, моего внутреннего мира. Я услышала его, он запал мне в сердце, я его купила, я его ношу, и каждый раз, когда я его ношу, надеваю, я понимаю, боже, ну, как я раньше без него жила. Наверное, появилась какая-то парфюмерная наслушанность, наверное, вот что-то такое, как-то так сложились карты, потому что раньше мне Аметист казался довольно, и, кстати, об этом некоторые тоже пишут, довольно примитивным ароматом, потому что про что это? Это не какая-то собирательная лова ягода, это конкретно черная смородина. Черная смородина с ее листами, с ее ягодами сочными, это настолько живой аромат, он буквально дышит вот и на коже, и даже на блотере, он прекрасно прослушивается как на коже, так и на бумаге, и, кстати, с одеждой он тоже прекрасно звучит, его можно смело носить на одежду, он будет прилично с одеждой, с текстиля звучать. Здесь так все натурально, здесь так все свежо, ностальгично по лету. Вот я его летом очень хорошо носила, и я прямо представляла, как в осенний сезон и в зимний я буду его доставать, ну, потому что я живу в частном секторе, у меня смородиновые кусты, я собираю эту ягоду, да, и я очень близка к этой среде, и я думала, как вот я зимой буду слушать Аметист и возвращаться умом, фантазией в это лето и ностальгирую. Да, я уже действительно чувствую эти нотки ностальгии, и помимо того, что здесь вот эта такая живая натуральная очень ягода, она такая очень прохладная, боже, это настолько натуралистично, вот сейчас в рамках такой вот осени и увядания, да, природного, я это как будто бы еще яснее начала ощущать, чем летом, потому что я купила его летом, и помимо того, что здесь такая натуральная ягода, здесь еще есть роза, которая все это очень красиво оттеняет, и уводит этот аромат от какой-то такой, ну, совсем простоты, потому что с первого взгляда Аметист действительно может показаться простоватым, он мне таким изначально и показался, он мне показался ароматом из разряда ароматов Ланван из серии Жан, Жан Кутюр, это как раз-таки тоже аромат на тему, фланкер аромата Жан на тему лиловых ягод, тот совсем простоват, он такой сладкий, даже синтетический, и почему-то Аметист изначально мне таким показался, но потом я расслышала эту розу оттеняющую, это такая очень-очень свежая роза, и она проявляется уже к середине звучания, то есть в старте это просто ягоды, листы, это так свежо, как будто бы даже с каким-то ментолом, то есть настолько свежо. Я не знаю, кто слышит в Аметисте кошачьи лотки или какие-то нечистоты, которые свойственны лиловой ягоде в парфюмерии, ничего здесь этого нет, и, боже упаси, никаких клопов здесь тоже нет, а уж поверьте мне, я знаю, как, чем пахнут клопы, малиновые клопы и все прочие, потому что я собираю ягоду с куста, каждое лето я ее ем, вот, никаких клопов и ничего здесь нет, это очень натурально, очень красиво, и вообще в целом аромат очень комплиментарный, он очень нравится моим, моему окружению, он очень понравился моей подруге, она его тоже отметила, моей близкой подруге, потому что он, с одной стороны, такой вкусный, такой понятный и природный, но с другой стороны, все-таки считается, что это парфюм, он собран великолепно, я не знаю, даже если вы не поклонницы лиловой ягоды, как я, я все-таки советую присмотреться к аметисту, и вообще я вот слышала такие истории, что, да, аметист, он в него не сразу влюбляешься, то есть либо есть люди, которые, да, вот они просто любят лиловую ягоду, и вот это же как бы ода этой ягоди, и вообще считаю, что это самая классно переданная лиловая ягода, самая стильная и мастерски переданная лиловая ягода в парфюмерии, но вот есть люди, которые лиловую ягоду не любят, И они изначально метист не воспринимают, а потом что-то происходит, либо какой-то блогер, интересно, рассказал, зацепил, да, либо что-то еще, но как-то сложились карты, и человек приходит в парфсеть, уже целенаправленно с этим ароматом слушает его, приносит домой блотер или наносит его в магазине, и он понимает, да, здесь же что-то есть. И он покупает, и он понимает, боже, ну это же жемчужина моей коллекции, вот в этом есть магия лилик, то есть нельзя сказать, что здесь какое-то двойное дно, нет, но просто с ним нужно подольше познакомиться, потому что, ну, мы привыкли, у нас есть, вот я всегда это говорю, есть определенные предубеждения по поводу парфюмерии, у тебя стоит вот это вот, знаете, как вот лиловая ягода, лиловая ягода, и ты ничего, как будто кроме этого не видишь, ты уже себе внушила, что это не твой профиль в парфюмерии, и ты как бы и не подходишь к этому. А иногда нужно, да, действительно подойти, распробовать, как вот я, и понять, что, боже, так это же здорово, это действительно, действительно шедеврально даже. Ну и кроме того, стоит учитывать, что автор этого аромата непревзойденная Натали Лорсон, мне кажется, у Натали Лорсон вообще нет проходных ароматов. У Аметиста есть два фланкера, это Экля и Экскьюз, Экля как-то сразу меня не расположил к себе, он продается у нас в селе, в таком местечковом магазинчике, причем как-то вообще необоснованно дорого, но я попросила продавщицу дать мне его послушать, и вот как раз-таки Экля действительно похож на Жан Кутюр от Лан Ван, что-то есть, какие-то переклички, эти ягоды более, что ли, прислащенные, в этом аромате как будто бы чуть больше синтетики, он наверняка понравится тем, кто любит компотики, потому что все-таки Аметист Флагман это не компот, это ода серьезная, такая взрослая ода лиловой ягоди, но это не компот, то есть здесь это все такое более взрослое, взвешенное, качественное. Это вот Экля, да, он такой более компотистый, Экскюз, он такой более, что ли, тягучий, с такой более крепкой базой, но не мое пальто, какой-то он для меня слишком перегруженный, хотя опять-таки, как знать, просто, может быть, пока не настало его время для меня, но пока что эти фланкеры меня не зацепили, и вот вообще история с Аметистом, и об этом, кстати, многие говорят, что здесь все-таки флагман задает всему тон, вот, допустим, если взять аромат Элиан Мюглер, аромат с множеством фланкеров, там действительно есть классные фланкеры, то есть фланкеры, которые даже не уступают, в принципе-то, и флагману, и да, но здесь, здесь как бы у флагмана есть флагман. Следующий аромат, с которым я познакомилась благодаря моей подписчице Настеньке, она присылала мне его в слипом затесте, это Reveille d'Anfini, это аромат 2015 года. Он в слипом затесте показался мне таким вот хорошим люксом на тему розы, на тему розовых цветов, по-моему, на тему фруктиков, на тему каких-то таких тропических вроде фруктиков, цитрусов, такой вот крепко стоящий на ногах, приятный люкс, удобоваримый, который не стыдно надеть в офис, который, ну, который считывается как хороший такой вот люкс, то есть его не спутаешь ни с нишей, ни с чем, это вот разряд таких ароматов, как, например, Versace или какие-нибудь Chloe, то есть это что-то такое. Учитывая его цену, это такой действительно очень классный вариант универсального повседневного парфюма, я тогда еще помню, вроде сказала в слепом затесте, что это аромат, в котором ты можешь произвести хорошее впечатление, то есть это аромат для знакомства с мамой и мужа будущего, да, или, ну, для сдачи экзамена, возможно, ну, вот, то есть что-то такое, ты хорошая девочка, у тебя прекрасный вкус, ты благовоспитанная, опрятная, это аромат, да, действительно, это аромат какой-то опрятности, аккуратности, такой вот аромат леди. Что здесь в пирамиде? Личи, белая роза, бергамот, фрезия, персик, роза, жасмин, кедр, мускус, ваниль и сандал. Ну, по поводу личи, не знаю, я не очень люблю личи в парфюмерии, здесь, во всяком случае, этот личи не такой противный, как мог бы быть, как он, например, в аромате Делина, Марли, да, там вообще личи просто обнять и плакать для меня. Просто читается какая-то легкая-легкая такая вот фруктовость, безусловно, цитрусовые такие вот истории, что-то такое бергамотистое, персик, ну, вот что персик, что личи, скорее, такая, опять-таки, собирательная история каких-то свежих таких вот фруктов, причем они не сладкие. Я бы даже сказала, что персик здесь этот, он такой какой-то недозревший, как будто бы даже зеленый, то есть не такой вот красный бочок, да. Ну, и, безусловно, конечно, мускус, такой нормальный мускус, люксовый. Этот аромат не мое пальто, хочу сказать сразу, это не то, что я ношу, это, как сказать, опять-таки, это не синхронизируется со мной, я вообще к ароматам с розой отношусь очень-очень за большой осторожностью. Конечно, наверное, вот в эти полгода я как-то больше стала расслушивать розу, опять-таки, благодаря слепым затестам от моих подписчиц, но, тем не менее, вот этот конкретный аромат не вызывает во мне каких-то трепетных чувств. Я отдаю ему должное в теории, что, то есть я отдаю должное его характеристикам, что он имеет красивое раскрытие, красиво доходит до базы, имеет красивый, яркий такой фруктово-розовый старт, он уместен, он комплиментарен, он универсален, соотношение цена-качество здесь потрясающее. Могу ли я вам его рекомендовать для знакомства? Безусловно, да, потому что, повторюсь, универсальный аромат. То есть, купив этот аромат, вы понимаете, что вы много, куда его сможете надеть, он соберет комплименты. Ну, в общем-то, такое выгодное вложение в парфюмерный гардероб, но, опять-таки, скорее всего, если вы любите такие вот нежные розово-цветочные истории. Следующий аромат, тоже огромное спасибо Насте за знакомство, потому что, к сожалению, этот аромат очень сложно найти офлайн, в парфсетях, и просто нет тестеров, это Лалик, либо Лалик де Лалик, да, кто, все по-разному говорят. Какой же у него, во-первых, роскошный флакон? Флакон – это просто мечта, вообще мечта поэта. Это дебютный аромат дома Лалик. Как я сказала в начале видео, ароматы в Лалик стали выпускаться относительно поздно, это 92-й год, автором аромата Лалик де Лалик стала София Гройсман. Что я вам хочу сказать, тут, знаете, вот мнения разделяются на самом деле. Кто-то говорит, что не стоит овчинка выделки, не стоит за ним гоняться, не стоит такие ожидания высокие к нему предъявлять. Кто-то говорит, что это классика, это действительно люксовая классика, которую обязательно нужно иметь в коллекции всеми правдами и неправдами. Моё мнение какое? Для меня это очень красивый, бело-цветочно-фруктово-такой пудрово-ванильно-терпкий аромат. Как-то так вот, что первое пришло на ум, да? Говорю, прослушивая блотер. Он очень дорого звучит и необычно в рамках сегодняшней такой вот моды парфюмерной, конечно, он выделяется. И я бы даже сказала, что в принципе, наверное, какой-нибудь такой обывательский носик может это спутать с какой-нибудь нишей. Даже бы я сказала так. Но, тем не менее, да, это всё-таки звучит как хорошая, добротная, люксовая классика без какой-то альдегидности вычурной, без какой-то такой, знаете, звенящей такой прям альдегидности, как, например, это может быть в клема, да, такая вот такого рода классика. Но вот я хочу это всё это к тому введу, что несмотря на то, что нету ни альдегидности, ни какой-то белоцветочной дольности, потому что аромат в том числе про белые цветы, тем не менее, он звучит как классический аромат. Жасмин, пряности, некоторая такая терпкость пудровых цветов. Безусловно, ваниль очень красивая в базе, на этот аромат очень так здорово утепляет. Из фруктов там груша и ежевика. Ну, что хочу сказать, как таковой грушевости, наверное, нет, потому что груши всё-таки мы воспринимаем несколько иначе. Хочется какой-то лимонадности, хочется какой-то такой вот дюшесовости. Я её здесь не слышу. Какой-то лилово-ягодности особой тоже не слышу. Просто такое диковинное сочетание ежевики и груши, мне кажется, дают такую задорную просто фруктовость собирательную. Но это здорово. Здесь это оттенено красиво и специями. Да, вот здесь ирис. И ирисом, да, пудровыми цветами, очень красивой ванилью. Ещё и лист чёрной смородины. Но опять-таки, вот чтобы это можно было спутать с чем-то на тему лиловых ягод, нет, нет. Я бы скорее сказала, что пробила цветочность, такую терпкую про специи, про ванильную подложку. Просто фрукты здесь задают такой вот аромат, ну, разбавляют его, делают его более воздушным, как бы создают в нём какое-то пространство. Красивый. Мне нравится этот аромат. Я надеюсь, что я когда-нибудь смогу офлаконить его. В нём какая-то уходовость есть очень приятная, очень мягкая. Тоже как будто бы из прошлого уходовость. Сейчас таких уходовых средств нет, мне кажется. Что-то вот оттуда, что-то из начала 90-х, на самом деле. Гениальный собранный аромат. Так необычно он звучит, прям реально вот выделяется из всей современщины. Я бы вам очень рекомендовала с ним познакомиться. Следующий аромат это Pearls de la Ligue, жемчужина La Ligue и тоже вышедший, кстати говоря, из-под пера Натали Лорсен. Вообще Натали Лорсен очень много работала с брендом La Ligue. У меня оно вот в таком вот отливанте. Вообще, конечно, хотелось бы офлаконить. Не столько ради большего объёма, а столько ради флакона. Потому что флакон там просто удивительной красоты, лаконичный. Но мне очень нравится вот этот такой минимализм. Эти чёрные хендмейт, такие точечки краской, да. Что я хочу сказать? Слушайте, это такой вообще эликсир и концентрат. Я не представляю, как можно облиться жемчужинами, лалик. Мне кажется, их надо вообще какое-то маленькое количество. Вот, понимаете, здесь тоже вот. Либо люди его, жить без него не могут, обожают. Либо считают, что это камфорный спирт. Это какая-то аптечка. Если честно, я никогда не понимала этого сравнения. Почему это пахнет, как аптечка? Безусловно, ну, как бы было бы лукавством сказать, что это вообще такой чистый запах холодной розы и таких красивых почулей. Да нет, конечно. Почули здесь такие, знаете, очень мрачные. И в них действительно есть какая-то такая, я не знаю, ну, камфорная такая розочка-то, что греха таить. И вот эту камфорность здесь подчеркивает и мох, вот, да, и ветивер. Вот я сейчас просто взглянула. И корень Ириса. Читается очень хорошо. И корень Ириса такой, знаете, это все, все эти почули делают такими более-более. Ну, это такая вот, такая какая-то камфорно-землиста, такая готическая такая история. Ну, едва ли это аптечка. То есть, у меня какие-то другие асоциации. Ну, не слышу я здесь разлитый камфорный спирт. Я здесь слышу роскошную вот эту розу в окружении и перчика такого красивого, и пудровости. И, ой, как же он хорош, боже, как же он хорош, как он дорого звучит, как он, знаете, это все плеяда ароматов от тех, для тех, кто скучает по полуночному яду Диор. Это вот те ароматы, которые где-то рядышком с ним стоят. Ну, конечно, сравнивать Миднайт, Пуазон и Перлс Далалик, это глупо, они разные. Ну, есть в них связующее что-то. Вот, наверное, это почули и роза, я так думаю. Но все-таки жемчужины более готический аромат, нежели полуночный яд. Красивый. Красивая роза, очень красивая. Вот здесь, вот понимаете, при всей моей, скажем так, не то чтобы не любви, я просто розу не понимаю, не ложится она на меня. Здесь роза на меня ложится очень красиво. Я в этом аромате себя чувствую сразу, знаете, такая белый сумерек, такая, такая. Такая белый сумерек, такая, знаете, загадочная такая девушка. Он действительно дает атмосферу, этот аромат. Боже, какой же он красивый. Я что-то давно его не доставала. Я, наверное, возьму его в осенний гардероб. Он вообще, вот если по сезону, мне очень нравится он в осень и в зиму. Несмотря на то, что в нем, зимой в нем вообще никакой сладости нету. Вот здесь, в климате комнаты, я это уже замечала, когда дома его там разнашивала. В климате комнаты есть такая какая-то даже, это даже не то чтобы сладость, это как-то, мне кажется, больше перчика. А в холодном воздухе перец как будто куда-то сворачивается, но это лично у меня. И роза так становится такая холодная. Так усиливаются почули, вот что-то такое. Так он как-то холодно так прям очень начинает запудриваться. Да, аромат с интеллектом, безусловно. Ну, здесь опять-таки, либо ты его любишь, либо ты его ненавидишь. Равнодушных к жемчужным просто нет. Следующий аромат это Лалик Солей. Это вот как раз-таки те мензурки, которые я заказала в рандеву. Слушайте, мне очень не нравится тем, что здесь всегда так здорово, понятно, все подписано. У меня такая огромная коробка с этими отливантами. Причем у меня, это не единственное, у меня их три уже или четыре такие коробки. Я всегда как-то так быстро нахожу вот именно вот эти вот полторашки из рандеву. Лалик Солей, такой аромат. Вот если, допустим, мы говорили про жемчужины, да, не для всех, то вот этот аромат это... Ну, я, наверное, сейчас скажу какую-то ересь, и многие мне скажут, Лида, как можно так говорить. Потому что вроде как так делать нельзя. Ну, я бы подарила... Я считаю, что этот аромат можно подарить подруге, например. Ну, приблизительно зная ее вкус. То есть, если, допустим, она такая люксовая девчонка, да, вот она, допустим, любит что-то такое вот и сладенькое, и чтобы это и цветочное в то же время было, и просто нравятся ей приятные ароматы. То есть, если это не какая-то парфюмоньячка, да, а если это просто девушка, которой нравится, чтобы флакончик был красивый, ароматик такой приятный. Это просто очень приятный, очень... Слушайте, какой он красивый. Вот солей это такой аромат, которым просто ты напиться не можешь. Вот я с блоттера его слушаю, и он как будто бы... В нем нет какой-то съедобной составляющей, то есть гурманской. Но он как-то так прям в ноздри просачивается, и какие-то рецепторы удовольствия как будто бы начинают работать. Вот знаете, так бывает, когда с улицы приходишь домой, а кто-то дома печет что-то вкусное. Я не говорю, что здесь есть выпечка. Нет, не к этому ассоциация. Скорее к тому, что ты ощущаешь запах свежей выпечки или запах свежезаваренного шоколадного напитка, какого-то горячего шоколада, и вырабатываются гормоны счастья. То есть, это что-то такое. Вот здесь тоже прям он затрагивает какие-то рецепторы, за которые отвечают за удовольствие. У тебя гормоны какие-то начинают вырабатываться, и не можешь прям напиться им. Давайте заглянем в пирамиду. Мандарин, горький миндаль, кардамон, груша, молоко. Лактонность есть. Реально, есть. Засахарный миндаль, карамель, кофе, жесмин. Слушайте, здорово. Я первый раз открыла эту пирамиду, мне стало просто интересно, что здесь. Что слышу я, давайте скажу. Безусловно, слышу грушу. Это вот как раз-таки такая сладкая, сочная груша. Возможно, груша сорта конференц, вот что-то такое. Причем, когда она уже такая мягкая. Лактонность смягчает. Карамель, безусловно. Ну, слушайте, смотрите, как здорово. Карамель, кофе. Я же говорю. Вот это те ароматы, которые, ну, как правило, практически всем людям приносят удовольствие. То есть, это что-то вкусное, это что-то приятное, родное какое-то, не знаю. Вот знаете, наверное, он тоже вот из детства. Нагуляешься на улице, особенно вот зимой, нагуляешься, домой приходишь, а мама какой-то пирог испекла с какой-нибудь, не знаю, там, со сгущенкой или с чем-нибудь таким, или с каким-нибудь кремом, да. Кофе там заварили, то есть в кофейнике, или горячий шоколад. Это вот что-то такое. И все это, но это не скатывается в гурманику, это очень классно освежается здесь вот этой вот грушей. Паралине еще есть, белый мускус, сандал. То есть, да, смотрите, вот такие вот гурманские аспекты-то есть, но тем не менее и мандарин, и груша. И причем, смотрите, как интересно, в старте горький миндаль, а в сердце засахаренный миндаль. Этот аромат он в старте такой более, что ли, он как бы показывает такой серьезный бачок. То есть, ну, в старте он такой более, потому что и кардамон, такая специя. То есть, в старте он такой, как будто бы чуть серьезный, а ближе к сердцу, когда он начинает раскрываться, он как бы начинает расслабляться. У меня вот такое ощущение, знаете, когда приходишь с работы, скидываешь каблуки, вот в свое любимое кресло садишься и... И вот этот уют, и он тоже как-то зауючивается, расслабляется и начинает немножечко зафруктовиваться еще больше, смягчаться вот этим молоком, таким вот мягким, таким теплым, да. Смягчается вот этим вот пралине, карамелью, кофе и становится просто каким-то дивным чудом. Солнце, да, как переводится, солей, это солнце с французского языка. Да, действительно, аромат, который дарит свет, уют, абсолютный оптимизм. Знаете, такой аромат, наверное, про внутреннее солнце, когда какие-то неприятности, знаете, вот что-то происходит, и тебе просто хочется расслабиться, просто хочется ощутить какой-то внутренний уют, снять тревогу, просто успокоиться. Это вот такой аромат, он дает все эти эмоции, чувства, при этом он сделан очень здорово, он не банально звучит, потому что интересное сочетание здесь вот, да, и миндаль, и кардамон, и вот это молоко, и в то же время фрукты, и в то же время гурманские аспекты в виде пралине и карамели, и кофейные аспекты. Это действительно очень интересно, ну, это в стиле лолик. Это интересно, и ты понимаешь, что люксово звучит, да, это люкс, но ты понимаешь, люкс, сделанный со вкусом. Ой, а кто это у нас? А может быть, это Лида, которая случайно удалила второй кусок предыдущего видео, вместе с пробными дублями? Да, друзья, это я. Я постаралась также похоже накраситься, сделать прическу, ну, в общем-то, просто знайте, что я снимаю эту часть спустя несколько дней. Но, на самом деле, я не очень расстроилась, потому что осталось всего два аромата, но зато каких! В общем-то, сейчас мы с вами поговорим про лолик ли парфам. Вы знаете, вот эти все дни, пока я собиралась с духом снять вторую часть этого видео, я еще проносила некоторые ароматы и укоренилась в своем мнении, что в своем видении, что все-таки лолик, это, конечно, ну, это парфюмерия высшего, вообще высшего порядка, высшего класса, высшего качества. И вот лолик ли парфам, боже! Вы знаете, вот я сейчас вот сегодня весь день думала, как вот, как мне, как же мне... Честно сказать, я была не очень довольна, как я рассказала об этом в прошлый раз, в том видео, которое я удалила, я думала, как же мне так выразиться, потому что вот когда ты сталкиваешься с очень крутым парфюмом, просто от которого ты испытываешь огромный спектр эмоций, ты думаешь, вот как бы сказать так, чтобы ничего важного не упустить, да, потому что хочется сказать очень многое. Лолика де парфам – это... Давайте представим, что... Давайте представим, что вот есть такая женщина, которая вот вообще не парфюмоньяк. Ну, она любит парфюмерию, она такая очень ухоженная, и она не покупает как бы один и тот же аромат постоянно, то есть она что-то новенькое пробует, вот у неё там какой-то парфюм заканчивается, она что-то новенькое для себя подыскивает, какие у неё критерии? Чтобы был красивый флакон, чтобы это было дорого-богато, чтобы Зинка пришла в гости и такая, ой, Ирка, Ирка, ну вот, ну ты даёшь вообще, сколько это стоит вообще, да? А Ирка такая, ну, там где, там где я купила, там же нет, да? Вот такая вот история, чтобы это был классный, красивый флакон, чтобы это не стоило как почка, и чтобы это звучало очень дорого, очень утончённо, чтобы это не было фриковато, как-то странно, чтобы это не была какая-то такая нишевая, непонятная какая-то история двоякая, да? Но чтобы это не было скучно, как это часто бывает в современном люксе коммерческом, когда вот как бы, вот опять вот я сейчас скажу, вот вы меня, простите, просто ради, про Левиа Бель и фланкеры, да? Вот, ну, честно говоря, для меня это и тельмантоловая совершенно скукотища, я вообще не понимаю этот аромат, ну, возможно, потому что он такой растиражированный, то же самое, как и лентердижи ванши, но когда он только вышел, он был классный, вот эта виноградная тубероза, вот это всё такое прикольное, но сейчас, ну, это просто настолько в печёнках, понимаете? И вот здесь вот это должно быть классно, это должно быть люксово, безумно люксово звучать, красиво, но чтобы в этом была какая-то изюминка, и чтобы все спрашивали, слушай, что это такое вообще, что это такое у тебя, да? Это лалик за парфан, это настолько грамотно собранная история, настолько вот в ней нет ничего лишнего. Вы знаете, в чём здесь вообще подковырка? Это такая история ванильно-баботанковая, такая, чисто, вы знаете, это не гурманика, но это такой вот сладкий, тягучий, обволакивающий, диффузный люкс, вот именно такой вот аванильный люкс по-хорошему, но здесь есть один такой изюм, это лавр. И вот этот лавр в старте, он вот это вот звучание, казалось бы, такое классическое люксовое, удобоваримое, удобное, разворачивает вообще в другую сторону, и ты просто в таком ступоре пребываешь и думаешь, вот что, да? Вот это такая пряность, освежающая всю эту историю, вот даже не освежающая, вот знаете, я даже не знаю, как выразиться, понимаете? Вот запрянивает вот эту ваниль, вот эти ваботанка, там ещё такой гелиотроп, который всё это занеживает, скругляет вот эти вот несколько острые такие вычурные несколько углы, настолько всё взвешено, настолько всё продумано до мелочей в этом аромате, это звучит безумно дорого. Вот понимаете, когда слушаешь этот аромат, я много чего в своей жизни слушала, и не потому, что у меня какая-то там коллекция сумасшедшая, нет, а потому что благодаря моим подписчицам, уважаемым, я знакомлюсь просто с шедеврами люкса в том числе, да, и с нишевыми шедеврами. И вот у меня такие ощущения бывают от аромата, который реально очень дорого стоит. Но потом я вспоминаю, что Лолик и Ле Парфам – это нифига не дорогой люкс. Да, он не… Понимаете, ну здесь всё относительно, то есть у всех разный кошелёк. Для кого-то дом Лолик и Лолик и Ле Парфам, в частности, это такой вот, ну, хороший люкс, да, за который вот ты заплатила ощутимо денежки. Для кого-то это middle вообще сегмент, да, кто-то говорит, что это вообще бюджетный люкс. Давайте вот так вот, в какой-то общей плоскости, да, абстрагируясь, Лолик и Лолик и Ле Парфам – это бюджетный люкс, да, и звучит он, ну, гораздо дороже предложенной за него стоимости. Так пахнет женщина, вот как я вижу, так… Это, понимаете, вот в чём ещё прикол этого аромата? Я не люблю делить на возрастные категории, но я не вижу этот аромат, но не вижу я его на молоденькой девочке. Молоденькой девочку я подразумеваю… Сейчас такие тоже молоденькие девочки, вы знаете, иногда так посмотришь, подумаешь, что ей, наверное, лет 30, а ей вообще 20, да, то есть как-то так у нас сместилось это всё немножечко. Но я не вижу его на девчонке лет 20 вообще. Мне кажется, этот аромат для женщины, которая многое в жизни понимает уже, у которой есть чёткие жизненные ориентиры, чёткое представление о себе, о мужчинах, которых она хочет видеть рядом с собой, да, или она может быть замужем, там, неважно, то есть у неё вот есть чёткие критерии, по которым она живёт. Она такая очень-очень уверенная в себе. Это моя любимая тема, вот этот аромат уверенной в себе женщины. Ну вот здесь правда такой вот случай. Я этот аромат вижу на... Вот я повторюсь, уже рассказывала, у меня мама работала раньше в городской администрации, в областной администрации. И, естественно, ну я ходила к ней на работу, и там женщины сидели в кабинетах, разные такие чиновницы такие. И вот это одно время, вот когда я была совсем маленькая, от них пахло чем-то вроде булгари-кристалайн, омния булгари-кристалайн, омния-кристалайн. А вот уже, наверное, в десятых годах, вот как-то в десятых, да, вот от них пахло чем-то таким. Это что-то ванильное, это что-то, ты понимаешь, что это... Ну ты, понятно, я тогда этого ничего не понимала, вот как я сейчас это вспоминаю, да? Это что-то с ванильной подложкой, что-то такое деревяшето-ванильно, да, такое. Вот здесь же ещё почули такие классные, видимо, в базе. Понимаете? Я скажу позже ещё об одном явлении уникальном в этом аромате, да? Но что-то есть такое, то ли пряность какая-то интересная, то ли табачок, то ли вот здесь вот лавр, да? То есть ты смотришь на эту женщину, она в дорогом костюме, в дорогих лодочках, у неё там где-то сумочка дорогая стоит кожаная. Вот она важная женщина, которая принимает важные решения, которая умеет принимать важные ответственные решения. Вот так пахнет такая женщина. Но, понимаете, вот я, например, не такая абсолютно. То есть я вообще другого полёта птица. Я очень творческая, очень такая прокреатив, вообще вот про это всё. То есть я не такая офисная леди, но я на себе классный этот аромат слышу. То есть он очень женственный, он очень поднимает вот какую-то вот эту женскую историю внутри тебя. Именно не женскую, такой вот, я такая вся девочка, женщина. Нет, а такой, что я, я женщина. Я вообще, знаете, вот такое вот, такое вот, такое настроение, что да, я женщина, я очень много чего могу вообще в этой жизни. Я крутая, я самостоятельная, я самодостаточная. Я такая, да, такая вот, такая вот, да. Он прям поднимает вот эту женскую самооценку. Вот есть такие вещи в нашем окружении, это могут быть какие-то песни, какие-то книги. То есть не то, что мотивирующие, а какие-то вот они прям заряжают вот этим, вот этим состоянием крутой женственности. Какого-то вот, ты остаёшься женщиной, ты остаёшься такой вот мягкой, да, которую хочется любить, о которой хочется заботиться. Но вместе с тем ты понимаешь, что я сильная. Блин, я горы сверну, я сильная. Я горжусь тем, что я женщина. У меня есть столько козырей вообще у меня в рукаве, потому что я, блин, женщина. Вот, вот, вот что-то такое. Вот я не, понимаете, я не люблю, я не люблю и не хочу описывать эти пирамиды. Вот я не, потому что аромат для меня — это состояние. Я обожаю парфюмерию за то, что она дарит мне состояние. Вот этот аромат из тех, которые дарят состояние. Но всё-таки я скажу, что в этом аромате есть очень интересное явление. Вот этот лавр в старте и пачули в базе. И вот между ними какая-то такая тонкая-тонкая-тонкая нить. И когда он уже уходит туда, к этой базе, ты ощущаешь вот эту свежесть, пряную свежесть лавра с этими пачули. Здесь роскошные, роскошные лаликовские пачули. Вот я даже не знаю, как это описать. Они совершенно не похоронно-погребальные. Они такие очень свежие, очень интеллигентные. И вот когда всё это приходит к этим пачули с ванильно-таким баботанковым окружением, вот эти отголоски лавры, и всё это такая свежесть, такая в этом есть даже чуть как будто буфужерность. Боже, как это всё вкупе, благородно, дорого, манка звучит. Друзья, если вы никогда не были знакомы с L'Alico Parfum, вообще никогда его не обоняли, не слушали, я настоятельно советую с ним познакомиться, потому что, как мне кажется, по моему скромному мнению, это тот парфюм, который нужно знать. Вот есть те ароматы, которые нужно знать. Тем более, если вы, допустим, там, начинаете собирать коллекцию или начинаете вот глубоко вообще погружаться в мир парфюмерии, это тот мастодонт, который, ну, во всяком случае, если не должен быть в коллекции, его нужно просто знать, что вот, да, это такая вот хрестоматийная вещь, безукоризненно собранного аромата, в котором всё, в принципе, канонично, но внесена вот такая вот нотка, очень оригинальная, вот здесь это лавр, и это делает его уникальным. Мне ничего похожего, я ничего похожего, как будто бы... Вот знаете, когда я его вообще разнашивала и тестировала, я немножко в старте как будто бы нашла переклички почему-то с Wish от Shopper, потому что здесь есть вот эта сладость, этот аромат понравится тем женщинам, которые любят ванильные направления, ванильно такие деревяшистые базы, с благородной вот этой вот ванилью, с очень благородной, с дорогой. Ну, конечно, это разно. Сейчас уже разносив его на себе, всё, я понимаю, что это разные вещи, но тем не менее, да, вот эта сладость... Слушайте, вот я его вот сколько слушаю, я как будто бы даже и на мужчине его могу представить, в какой-то микродозе, в каком-то таком вот особенном климате, особенной ситуации, потому что этот лавр делает его, ну, каким-то вот, я даже не знаю, как будто бы даже чуть с нишевым каким-то, вот с претензией туда. Да, но это не фриковатая странная ниша, которую нужно, там, знаете, понимать, что-то её... Попытаться с ней договориться, да. Нет, это... С этим не надо договариваться. Ты просто это слушаешь и понимаешь, да. Ребята, да, это... Ну, здесь вложили душу, здесь вложили не только душу, здесь вложили знания, как должен звучать классный люксовый парфюм. И последний аромат из нашей подборки. Ай, друзья. Вообще, вот... Вообще, у них так флаконы похожи. Я иногда вот хочу сказать «Ле парфам», а в голове почему-то вертится «Лямур», и так похоже звучание «Ле парфам», «Лямур», да. И флаконы похожи, но они совершенно разные, и вот я думаю, вот что-то из этого я хочу в свою коллекцию. Ну, вот давайте так, всё-таки ближе мне «Лямур», потому что я душа про белые цветы. Я уже не раз говорила, что я обожаю белоцветочные профили, просто обожаю. И «Лалик Лямур» вот здесь... Я сейчас записывала перед съёмкой этого видео этой части своим подписчицам в Телеграм, небольшое сообщение, и сказала о том, что «Лалик Лямур» — это канон белых цветов парфюмерии. Если вы так же, как и я, любите белоцветочные профили, «Лалик Лямур» — это то вообще, на что стоит обратить своё внимание, потому что, боже, это настолько... Я не знаю, вот опять, вот я не знаю. Но я не... Вот я такой человек, что я стараюсь не выискивать плохое в ароматах. Я всегда, наоборот, стараюсь найти как можно больше хорошего, потому что придраться к плохому можно всегда. Найти можно всегда. Но здесь, вот положа руку на сердце, я не чувствую ничего того, к чему я могла бы придраться. Для меня «Лалик Лямур» — это настолько цельная композиция, настолько она выверенная до... Просто до... Вообще до унции, не знаю до чего. Настолько она собрана грамотно. Вот здесь есть всё, что я люблю. Здесь есть нерали, здесь есть туберот. И вот понимаете, вот и цветы-то все такие. Вот когда касаешься белых цветов в парфюмерии, вот если вслепую, всё время у меня лично есть такая опаска, особенно если я вижу какие-то туберозы, что-то, я всё время очень боюсь, что это будут такие жирные белые цветы, потому что жирные белые цветы на меня не садятся вообще. Я не знаю, с чем это связано, с химией кожи, или с тем, что в принципе, ну вот, да, вот, ну не моя, это как бы не мой вайб, не моя идентичность. Здесь никакой жирности нет, это полётно, в этом столько воздуха, в этом столько простора, в этом столько, вот, недаром аромат называется лямур. Вот есть такие ароматы, вот, сейчас опять скажу, вот, про свой любимый Экля Д'Арпэш, который уже набил оскомину, да, но тем не менее, вот это ароматы, которые очень хорошо передают состояние, вот этой вот влюблённости, вот этого настолько светлого, настолько, я не знаю, настолько вот лёгкости вот этой душевной, когда весь мир вообще всё по колено тебе, и всё в твоей жизни окрашивается светлыми тонами, когда ты влюблён, когда ты любишь, именно не когда ты вот любишь, наверное, когда ты вот прям, ну, любовь, это же всё-таки, давайте будем честны, и всё-таки влюблённость и любовь, это два разных состояния, да, вот, не стоит вообще их сравнивать, именно когда вот эта влюблённость, она может и в долгих отношениях, эта влюблённость проявляться, в брачных отношениях, конечно, это, это, к этому вообще нужно стремиться, чтобы вот это ощущение влюблённости периодически возрождать, да, вот это, но вот это именно то состояние, когда ты смотришь, да, на своего любимого человека, на своего любимого мужчину, и думаешь, Боже, я счастлива, я счастлива, я обожаю эту жизнь, я обожаю этот мир, когда ты выходишь на улицу в погожий денек, светит солнце, небо, ты идешь, и вот в тебе это чувство, ты думаешь о своем любимом человеке, ты думаешь о своем любимом мужчине, и думаешь, боже, как же я счастлива, боже, как мне хорошо, понимаете, и вот здесь вот, это вот белые цветы, я опять прослезилась, девочки, ну что такое вообще, вот белые цветы дают очень хорошо вот это состояние в парфюмерии, вот опять-таки, парфюмерия для меня, это вот просто состояние всегда, и вот я сейчас слушаю лямур, и я понимаю, да, оно, вы знаете, кому понравится этот аромат, давайте так предметно, помните, в Avon был такой аромат Today, слушайте, я обожаю просто Today от Avon, несмотря на то, что он такой, такой прям насыщенный, я его, я как-то подрабатывала там консультантом в этом Avon, ну, знаете, особо у меня никто ничего не заказывал, просто я пользовалась там своей какой-то этой корпоративной скидкой и заказывала себе Avon парфюмерии, вот как-то раз я заказала себе этот Today, уж так просто меня на него тянуло, вот это что-то в духе Today, но не сказать, что это какая-то облегченная версия, здесь больше цитрусовости, нежели в Today, в Today ее вообще, в принципе, как будто бы нет, я не помню, есть ли в Today цитрусы, но там такая история про жасмины, про вот нералишки, вот что-то такое, да, это не облегченная версия, она просто другая, в ней есть вот эти отголоски Today, но она просто более воздушная, в ней больше воздуха, вот в ней больше этого простора, в ней больше этого свежего дыхания, вообще вот я бы назвала этот аромат, если бы мне сказали, Лида, придумай, не знаю, придумай какой-то слоган этому аромату, я бы придумала свежее дыхание весны, причем это свежее дыхание весны можно подарить себе в любое время года, в этом магия парфюма, вы понимаете, я за это люблю, вот я за это люблю аметист, когда вот насобираешься этой смородины в саду у себя, а потом раз и бац, как гром среди ясного неба, ноябрь месяц, понимаешь, а где, где, лето же было вчера, да, и вот ты достаешь аметист, и ты закрываешь глаза, я иногда просто, знаете, вот как, я иногда сижу вот, да, вечером провожу время, какой-то досуг, смотрю телевизор или что-то, и, ну, там, вкопаюсь в парфюмках что-то, там, думаю, что для вас новенькое снять, возьму на блотер что-то нанесу, и вот сяду на диван, и просто вот, да, и просто вот, и я вот с аметистом так, и просто я возвращаюсь туда, в этот июль, в этот август, вот туда, понимаете, и вот это, да, это то-то свежее дыхание весны, это очень красиво, комплиментарно, это чисто женская абсолютная история, вот, когда говорят, да, знаете, вот у меня был такой случай, их несколько было, но вот сейчас вспомнила, пришла как-то в парфсеть, и мужчина выбирал роман для молодой леди, ну, наверное, для дочери, может быть, ну, для молодой девушки, и вот он там пристал к этой консультантши, ну, я-то, естественно, начала подслушивать, что, и вот она его повела к каким-то манталям, там, ну, ей, наверное, нужно выполнять какой-то план по продаже, может быть, не знаю, да, ну, и честно, вот, честно, я вообще так, простите, может, меня смотрят консультанты парфюмерных сетей, может быть, я чудовищно заблуждаюсь, но мне почему-то кажется, что вот эти консультанты, и по своему опыту я это как-то вот, что они как-то больше руководствуются мотивацией, что-то вот им надо вот продать, нежели реально проникнуться просьбой и пожеланием покупателя, ну, потому что вот не в первый раз я замечаю, приходит, вот я же подслушиваю все время каких-то вот, хожу за ними там, типа, да, ну, мне интересно, и вот это вот, она его повела в какой-то этот манталю, ну, как, зачем, вот, понимаете, вот это аромат для молодой леди, для молодой леди, он в красивом флаконе, он с красивым названием, понимаете, лалик, это не заезженная тема, это не какой-то там дольчингабана, который, понимаешь, никакой, например, это что-то такое, да, лалик, да, что-то интересненькое, это такой интересный дом, да, ювелирный, да, то есть в этом есть какая-то вот такая интересная история, лямур, да, и вот эти белые цветы, вот я так хорошо этот аромат слышу от молодой леди, от молодой девушки, вот такой аромат будет кружить голову сверстником ее, ее каким-то однокурсником, она будет проходить мимо них, от ее волос будет этот флёрнирали, гордени, вот этого всего, и она и сама-то по себе просто олицетворение, вот юность, это свежесть, это красота, это, ну, женщина 20-25 лет, это просто, ну, это произведение искусства, ну, я не хочу, я не люблю эйджизм, вот это все, я считаю, что в каждом возрасте есть своя вот эта, да, история, но вот девушка 20-25 лет, там, 18-25, это, конечно, вот эта вот нежность, это женственность, это так вообще, да, вот, все поэты упиваются с этим возрастом, все художники упиваются, ну, и не только этим, вот опять-таки, да, я не хочу сейчас, ну, давайте мы просто все согласимся, что вот, вот есть что-то, так вот в фильмах смотришь на таких вот героинь и думаешь, ох, ну, ах, ну вот как же, да, вот, поэтому, да, это вот эта история, друзья, вот какой-то такой разговор, вы знаете, пробуйте, пробуйте ароматы, пробуйте, вообще замечательно, слушайте, вот пронашиваю, пронашиваю, и вот, ну, где-то половинки у меня остались, я прям уже очень многое поняла про эти ароматы, вообще заглядывайте на рандеву сайт, у них очень много классных там предложений, я вот себе там уже выбираю подарок на Новый год, потому что есть там один такой аромат, и он есть только там, блин, не хочу пока говорить какой, потому что вроде как попросила мужа на Новый год, озвучила ему, что как бы я хочу, потому что он, его сейчас очень сложно достать, его сейчас очень сложно купить этот аромат, и надеюсь, что муж все-таки прислушается к моей просьбе, и я буду обладать, не хочу пока озвучивать какой, может быть, кто-то догадается, этот аромат от моего любимого парфюмерного дома, я, у меня он был, и я хочу снова его в коллекцию, потому что он должен быть у меня в коллекцию именно в январе месяце, я хочу его носить, сейчас там у них осенняя распродажа, и я надеюсь, я надеюсь, что будет и новогодняя распродажа, потому что я очень хочу попасть, вот именно, чтобы я просто озвучила мужу, где есть этот аромат, чтобы выгодно вообще воспользоваться и купить. Спасибо всем огромное за просмотр этого видео, я надеюсь, что оно показалось для вас интересным, вы приятно провели со мной время, я желаю вам теплой осени, парфюмерных, головокружительных открытий, целую вас, пока-пока!